МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Игрушки на просушку. С Нового года в России вступят в силу новые санитарные правила для школьных и дошкольных учреждений. За взрослое мужество в экстремальных ситуациях. Управление МЧС по республике прошла торжественная церемония награждения детей-героев. Квартира для чемпиона. Обладателю Кубка мира по вольной борьбе Даурену Куруглееву помогут приобрести новое жилье. С Нового года в России вступят в силу новые санитарные правила для школ, детских садов и других детских учреждений. Требования утвердил Роспотребнадзор. Они будут действовать до 2027 года. Они направлены на охрану детского здоровья и касаются в том числе предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Новые требования включают в себя правила мытья игрушек в садах. В частности, их нужно будет ежедневно мыть в конце дня. А кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Дети, находящиеся в школах более четырех часов, должны получать горячее питание. Кроме этого, работники должны регулярно проходить медосмотры, иметь медкнижку и проходить вакцинацию. Дагестанских детей-героев наградили за мужество в экстремальных ситуациях. В управлении МЧС по республике прошла торжественная церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце». В мероприятии приняли участие в РИО вице-премьера Республики Рамазан Джафаров, руководитель МЧС по Дагестану Нариман Казимагомедов и другие официальные лица. «Горячее сердце» – всероссийская награда детям, которые пришли на помощь, не растерявшись в сложной ситуации. По мнению Наримана Казимагомедова, инициатива «Горячее сердце» является социально значимой акцией. Она дает возможность молодому поколению познакомиться со своими сверстниками, которые в столь юном возрасте проявили неравнодушные отношения к нуждающимся в помощи людям, преодолели свои страхи и стали подлинными героями своего времени. «Благородные поступки наших детей показывают, что непобедимая сила духа национального дагестанства народа продолжает жить в новых поколениях внуков и правнуков героев-фронтовиков. В связи с чем выражает искренне благодарность за мужество, проявленное в экстремальной ситуации при спасении человеческой жизни двоим ловлядом в Сурдагестан. Нагрудным знаком, дипломом и памятной книгой были награждены учащиеся школы республики. Вручая награды, Рамазан Джафаров поблагодарил юных героев и тех, кто воспитал их такими – родителей и учителей. «Хочу пожелать вам на канун Нового года крепкого здоровья, благополучия, хорошего учебы и поблагодарить вас, ваших родителей, прежде всего, которые воспитали вас такими, ваших учителей, которые вам преподают, воспитывают, обучают. И, наверное, приятно очень, когда видят, когда совсем молодые люди и школьники совершают подвиги, спасают жизни другие». Еще 66 школьных автобусов получит Дагестан. Новый транспорт для подвоза учащихся поступит в общеобразовательное учреждение до конца этого года. Это уже вторая партия автобусов, закупленных для школ региона. В сентябре на средства бюджета республики было приобретено 25 автомобилей. Если в предыдущие годы автобусы закупались для замены устаревшего транспорта, то в этом году все автобусы распределят школам, которые впервые организуют подвоз учащихся. В Дагестане, по прогнозам синоптиков, еще несколько дней будут идти дожди. В этой связи ГИБДД призывает водителей быть крайне внимательными на дороге. Водителям следует выбирать такую скорость, которая обеспечила бы безопасность дорожного движения, а также воздержаться от опасных маневров. Также не забывать пристегивать ремни безопасности. Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Госавтоинспекция призывает учитывать изменившиеся погодные условия и быть предельно осторожными. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дороге в этот период является использование зимних автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации, тем более в условиях образования на проезжей части наледи и на заснеженном покрытии. А в Дагестанском гуманитарном институте прошла встреча ректора ВУЗа Магомеда Гаджидадаева с региональными журналистами. Руководитель учебного заведения рассказал присутствующим о проделанной работе за этот год. Он отметил, что нынешний год для ВУЗа был успешным. В его стенах прошло множество встреч и форумов. Заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими ВУЗами страны, а самое главное – увеличился приток абитуриентов. Много мероприятий было запланировано и практически все мероприятия, несмотря на пандемию, мы провели. Это мероприятие в рамках реализации федеральной программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, в рамках которого мы провели форумы, конференции, симпозиумы, курсы повышения квалификации религиозных деятелей. Также это целый, так скажем, спектр мероприятий совместно с Министерством по национальной политике. Плюс в этом году, в 2020 году мы вступили в состав НОТА. Это Национальная образовательная теологическая ассоциация. Безусловно, это тоже для нас очень важно. После предведения итогов, журналисты задали ректору интересующие их вопросы. В конце встречи Гаджи Дадаев вручил благодарственные письма республиканским журналистам за помощь и содействие в освещении деятельности вуза. В числе награжденных был и корреспондент ННТ, наш коллега Хамза Нурмагомедов. И о спорте. Обладателю Кубка мира по вольной борьбе Даурену Куруглиеву помогут приобрести новое жилье. За победу на соревнованиях в Сербии щедрый денежный подарок спортсмену сделал госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. Курбан Рагимов продолжит. За победу на соревнованиях в Сербии денежный подарок спортсмену сделал госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. Поздравляя борца, Абакаров подчеркнул, что будучи выходцем из Дербента, Куруглиев является большим патриотом города и принимает активное участие в общественной жизни муниципалитета. На встрече также присутствовал новый глава Дербента Рустамбек Пермагомедов. Куруглеев рассказал о блестящем выступлении сборной России на турнире в Сербии. Там национальная команда завоевала 8 из 10 золотых медалей. Также борец выразил готовность вложить все силы в подготовку к новым стартам, чтобы представлять родной город на Олимпиаде в Токио. Все возможно, то, что от меня зависит, я все сделаю, все силы оставлю. Поэтому, что это основная цель любого спортсмена, который в этот путь спортивный начал свою карьеру. Его цель – олимпийское золото. В уши у него ничего нет. Так что моя цель – золото, все впереди, невозможного ничего нет, тут только надо пахать, режим соблюдать и все. Я думаю, как суждено, так и будет. В заключении встречи Хизря Бакаров говорил о развитии спорта в Дербенте. В следующем году в древнем городе планируют начать строительство Большого дворца спорта и других площадок для занятий. Госсекретарь заранее пригласил борца и его команду для прохождения учебно-тренировочных сборов. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Минспорта чествовали дагестанских спортсменов-инвалидов, добившихся высоких результатов на соревнованиях всероссийского и международного уровня. С 12 по 18 декабря в городе Ременское Московской области проходил чемпионат России по футболу среди спортсменов с нарушением зрения, победителем которого впервые в истории стала сборная Дагестана. Также в октябре нынешнего года футбольная команда инвалидов-ампутантов «Махачкала» выиграла международный турнир Кубок Победы в Абхазии. Вот эти и есть настоящие люди, на ком держится республика Дагестан и целая Россия, и планета тоже. То есть нормальные люди, которые хотят жить, создать, творить. Вот это есть именно та категория людей и под Аллахом, и перед своей совестью, и перед человечеством, как пример подражания для всех везде и повсюду я вас ставлю. На встрече было отмечено, что многие спортсменов-инвалидов побеждают на турнирах по самым разным видам спорта. Это легкая атлетика, стрельба из лука и другие игровые дисциплины. По словам тренеров, добиваться успехов удается во многом благодаря открытию в Дагестане спортшколы по адаптативным видам спорта. В завершении Магомед Магомедов отметил, что руководство республики также в курсе побед дагестанских футболистов-инвалидов и обязательно поздравит их с победой при личной встрече. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире изменен календарь мероприятий по спортивной борьбе на 2021 год. Так, чемпионат Европы, который должен пройти в Польше. В феврале перенесен на апрель. Об этом сообщается на сайте Федерации борьбы России. Турнир в Варшаве пройдет с 19 по 25 апреля. В январе и феврале никаких официальных международных соревнований не будет. Среди ключевых решений для российских вольников и их болельщиков перенос гран-при Ивана Ярыгина в Красноярске с января, предположительно, на март или май. Под вопросом также точные сроки проведения чемпионата России по вольной борьбе. Главный внутренний старт по греко-римской борьбе остается в силе. Он пройдет в запланированные сроки с 17 по 22 января. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова